Итак, всем привет! Сегодня я хотела показать продукты, которые мне сейчас привезли из моего местного магазина продуктового Хайвей. У нас в нашем местном продуктовом магазине есть такая услуга, если заказываешь продуктов больше чем на 100 долларов, то тебе их доставляют бесплатно. Ну, можно либо бесплатно их доставить, ну, чтобы тебе, либо ты их сам забрал, к магазину подъехал и тебе все в багажник загрузили. Ну, мы решили сделать доставку, потому как мне... Зачем ехать? Время сэкономило, ну, вот и мне привезли продукты. Общая стоимость этих продуктов составляет... 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 203 доллара 44 цента. О, по-моему, что-то не привезли, мне вчера было больше на 10 долларов. Ну, ладно. Налог 12 долларов 42 цента, налог 6,5 процентов. В нашем штате берут налог на продукты. Например, в Миннесоте, в Айю, там налога на продукты и на еду в ресторанах, кафешках нет. Вот, но у нас есть, поэтому у нас еще дополнительная исходка по 13 долларов. Перед этим... Перед... До этого сумма была... А, не сказано, сколько сумма была до этого. Ну, ладно. Ну, вот, сами посчитайте. 203,44 минус 12,42. Ну, давайте начнем. Что мы купили? Сейчас у меня муж начал... Вместе со мной решил заниматься правильным питанием. И поэтому тут немножко больше продуктов, чем обычно мы берем. Ну, нам их надолго хватит, поэтому... Вот. Начнем. Что мы купили? Сыр. Сколько здесь? 8,63. 8,63 доллара. 1 паунд. Ну, и сколько там? 8 чего-то там. Даже не унция. Ну, почти 1 паунд и 1 унция. 7,99 за паунд. Далее. Это свинина. Свиные, по-моему, это шея свиная. Боллес порк лоин. Тендер лоин. Или шея, или ляха. 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 1,5 паунда. Считаю, почти 1,6 паунда. 7,88. 4,99 за паунд. Две такие пучки. 7,58. 1,52 паунда. Вот мы их обычно делаем на гриле. Далее. Сосиски. Такие копченые... Копченые сосиски. А копченые колбаски. Из тюрки, из людейки. Они более полезны, чем из говядины. Меньше жира в них находится. Так, сейчас покажу. А что показывать? Короче, две упаковки. По-моему, одна упаковка 16,99. Далее. Пляжки куриные. 6,70 за упаковку. Доллар... Ой, доллар 68. А 1,5 паунда. 60 и почти 7,5 паунда. Ну и вторая упаковка 6,46. Далее. Хлеб. Такой коричневый, скажем, хлеб. Не черный совсем. Примерно 2 или 3 доллара. Не помню. Не буду каждую цену рассказывать, потому что я цену каждого продукта я не знаю. И все, что помню, то и скажу. Соль 80 центов иудированная. Вот такой вот суп кремовый. Кремовый масшем суп. Его можно вообще самим есть. Ну, то есть, как бы сказать, просто разогрел в духовке и ешь. Но я именно вот этот вот кремовый масшем добавляю в блюдо, которое я готовлю. У меня его Алекс очень любит. Я беру вот такие вот картошечки. Ну, короче, неважно, что я готовлю. Ну, я это добавляю. Я сама по себе эту банку не ем. Мне кажется, что это гадость. Это хорошо для рецептов. Далее. Вот это вот такая картошка. Называется она Patator Puffs или Tater Tops. 80 унций, 2,26 килограмма, 5 паунда. По-моему, я заплатила примерно 6 или 7 долларов. Далее Chicken Nuggets. Куриные наггетсы. Куриные наггетсы Tyson. Мне этот даже больше всего нравится. Tyson. 1 килограмм 99... 990 грамм. То есть почти 2 килограмма. Опять же, 6 или 7 паунда. Замороженная еда. Это мой муж все накупил. Не, не говорите, что я это покупаю. И вдруг замороженную еду. Я это не ем. Мне это не нравится. Вот мой муж это любит есть. Ну, любит, пусть готовит. Слава Богу, мне не надо готовить. Далее. Сок. Алекс мой любит сок. Я особо сок не пью. Он 100% кстати. Он мне не нужен. Я его не люблю. Особенно яблочный. Терпеть не могу яблочный сок. А других соков разных вкусов у меня изжога. Поэтому сок пьет только Алекс. Ну, мой муж иногда и бывает. Молоко. Молоко. Вот это вот молоко варим Индии. Сколько процентов? Я не могу вот понять, сколько же у него процентов. Не может быть молоко 12%? Это будут сливки. Ну что, может. Ну, не важно. Короче говоря, молоко. Жирной процентности на его назовем. Вот, молоко однопроцентное. Вон, молоко еще однопроцентное. Мы уже, Алекс уже подпил его тут немного. Сливки. Мы сливок очень много пьем. Мы кофе неимоверное количество за неделю пьем, поэтому сливок вот такая вот большая бадья. Примерно стоит 5 долларов. Каскьюзму. 1 литр 890 миллилитров. Анкл Бэнс это... Что это такое? Это рис. Это рис. Опять же, есть. Это будет мой муж. Я это не ем. Быстрого приготовления. Я лучше сама себе рис сварю. Басмати. Вот опять же. Ну, я попробовала один раз. Мне абсолютно не понравилось. Какая-то гадость. Да и тем более, боковку готовишь. И это слишком много для меня. Далее. Что это такое? Это йогурт. С персиком. 2 йогурта с персиком. Йогурт для Алекса. Я такой йогурт не ем. Я не его не люблю. А на что он закажает? Шреддед леттес. Это капуста. Салат. Далее. Шубер снап пиес. Шубер снап пиес. Извините, я не могу перевести. Из головы вылетело. Что это такое? Далее. Виноград. Виноград. Мы уже с Алексом подъели его. Хорошо. Два мешка. Примерно 7 долларов за мешок. Бананы. По-моему, 12 штук я заказывала. Да, 12 штук точно. 12 штук бананы. 60... Нет, 50 центов за один банан. Ну, то есть, считайте, 50 центов нам 12 умножить. Это что получается? 5 долларов, да еще. 6 долларов. Что... Как вот это называется? Это называется ананас. Мне заносят продукты. Я так думаю, вроде растения никакие не заказывала. Забыла, что ананас купила. Ананас я этот порежу. Я, оказывается, недавно узнала у нас... Алекс очень сильно любит ананас. Я ананас, честно сказать, вот фиолетово к нему отношусь. И особо я его даже не люблю. Мне кажется, он сильно сладкий и сильно... В то же время и сладкий, и кислый. Вот. И я для Алекса это все порежу. Он у нас будет это есть. И радоваться. Далее. Что вот это такое? Вот это вот называется камбуч. Это такой ферментативный напиток. Типа, скажу, типа кваса, который есть... Ну, естественно, который настаивает свой, со всеми ферментами, которые... С первоначальными. Поэтому, конечно, не кваса с бочкой, который, когда идешь на улице, стоит и ты пьешь, а именно который настаивает бабушка в банках днями, сутками. Вот. Это... Этот напиток очень полезен для пищеварительного тракта. Мой муж его пьет, и он говорит, что ему это помогает, он себя лучше чувствует. Я тоже иногда пью. Я не очень это люблю, но попиваю иногда. Вот такая одна бутылочка стоит примерно 3 доллара. Перец. Один. По-моему, доллар. 99 центов или 80 центов стоит. Спаржа. Сколько стоит, не знаю. 2-3 доллара. Опять же, салат или пекинская капуста. Как это называется? Кто знает. Не знаю, мне без разницы. Ларис. У нас это ларис называется. Айсберг ларис. Вот я знаю, как. По-моему, низкий. Пороски не знаю. Ну вот. Считая все вот эти вот продукты, нам обошлись в 200 долларов. Ну, опять же, с налогом. Поэтому, конечно, мало. Вроде ничего не купили, а потратили 200 долларов. Каждый раз у нас эти пакеты. Каждый раз нам в пакетах это все привозят. Я все эти пакеты убираю, складываю, потому как я в эти пакеты вбрасываю мусор. Я не люблю огромные мешки, стоящие по неделям у меня в углу. Там мухи над ними летают. И поэтому я всегда, после того, как мы сходим в магазин, я складываю пакетики. И мы туда сбрасываем мусор. Ну вот. Я сказала про наши продукты. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Будут, конечно, естественно, такие видео еще. Я люблю продукты снимать. Продукты это жизнь. Куда от них? Без них никуда. Продукты это самое главное. Вот. И поэтому это, конечно, естественно, не последнее видео о продуктах. Всем пока-пока. Всем хорошего настроения. Удачи.